Дом гостиничного типа, в котором проживает Мария Петровна более 50 лет, был построен Раменским приборостроительным заводом для молодых специалистов. В советское время здесь царила чистота и порядок. Сейчас некогда опрятный дом превратился в пристанище клопов, тараканов и нечистот. Вот видите, что творится? А вот из этого туалета заливает нас. Ты чего здесь живешь, Андрей? Ну куда берешь портаться? Не кричи, вон мне тараканы разбегаются, вот что творится. Надо заливать из вашего туалета и не орите. А ты мне в туалет, блядь! Я тебе сейчас в попу спал, ты кресло будешь орать. Вот видите, что творится? Она заливает, ну как будто виновата в чем-то. Если бы камера могла передавать запахи, то возле экранов телевизоров сейчас не осталось бы никого. Здесь, на втором этаже, проживает мужчина-инвалид. Зловонный запах, исходящий из его квартиры, царит во всем подъезде. Канализационные трубы проржавели. Отходы стекают с потолка соседям снизу, которым приходится спасаться подручными средствами. Мы под ними живем, мы уже замучились. Я в санстанцию ходила, говорила насчет этого. СССР? Да. Мы уже подтравили там этих клапанов. Ну, я написала в этом самом заявлении, что его надо устроить в дом. Они мне, знаете, что сказали? Соберитесь всем дома. И помогите им. И потравите. А я говорю, я у себя травлю, травлю. Каждый месяц. Я говорю, ну сколько можно? Писали жильцы на горе соседа заявление участковому. От него получили письменный отказ, в котором он ссылался на отсутствие полномочий. Я хочу, чтобы у нас убрали этот рассадник клапов и тараканов на втором этаже. Если он инвалид, пусть его определяют в дом инвалидов. Они приходят с улицы, которые бомжи. Они как, они говорят, мы ухаживаем за ним. А еще приходят. Дай 1700 на это, на морку тараканов, на это. Это что это такое? Я не хочу. Сюда даже неприятно входить. А вот общественный душ, рассчитанный на весь дом. А это 150 квартир. Пользоваться им просто невозможно, так как здесь частенько справляют нужды посторонние лица. Человек, приставленный следить за порядком, со своими обязанностями не справляется. Найти его нашей съемочной группой не удалось. И здесь. Стены уже скользкие, вы их трогать пальцами не будете. Я вот с палочкой хожу, приду в муце, если палочку оставлю, меня шатает из-за национального. Я не могу за стену взяться, она скользкая, противная, гадко. Около двух лет назад Мария Петровна уже обращалась в областную инспекцию, после чего стены и пол в душе покрасили. Сам пол не надо было покрасить. Он плосами отрывается и сливается вместе с водой в точное отверстие. Способствует только засорению канализации. Здесь такие бывают засоры. По колено бывает нечистота плавает. Как не позвонишь в ЖИУ, начальника ЖИУ никогда на месте нет. Он каждый день почему-то сам раздает заявки на ремонт, на все, не дозвонишься. Придешь туда, его тоже на месте нет. Наталья Викторовна, наша техник, она-то всего отбрыкивается, попросту говоря. Я вам говорила, когда у нас затапливала, она сказала, обращайтесь в организацию, которая клала асфальт. Когда дерутся на втором этаже, я к ней однажды обратилась, я ни с кем связываться не буду, потому что у меня двое детей. А под конец уже перед ее пенсией она мне сказала, Мария Петровна, потерпите, мне скажу на пенсию. Ей наплевать на наш дом. В начале августа этого года Мария Петровна написала заявление в три инстанции с просьбой помочь решить проблемы. Написали заявление, это областная инспекция, которая следит за содержанием зданий, прокурору города Раменская и главе Раменской муниципальной организации Демину. И откликнулись только инспекция областная, которая следит за состоянием зданий. Какое инспекция дала? Обращайтесь в администрацию. Нас это не касается. Кто поможет жильцам в решении их проблем и какие ответы ждать по другим двум заявлениям, остается только гадать. Марина Миткевич, Сергей Григорьев, для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!